Большущий всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале. Поздравляю вас с наступившим новым 2017 годом. К сожалению, не смогла это видео сделать раньше, потому что очень уж сейчас у меня большие проблемы с голосом, очень тяжело говорить. Но так как я поняла, что проблема затянулась, то видео уже, наверное, дальше затягивать нельзя. Я вас от всей души поздравляю и желаю вам новых творческих вдохновений, достижений и всего самого наилучшего для вас и для ваших близких. Сегодняшнее видео будет посвящено работе от Lavender & Lace. Это мой ангел любви. И сейчас мы перейдем к моей работе. Итак, вот она моя работа. Уже готова половина. И поэтому я, конечно, с удовольствием делюсь с вами тем, что у меня получилось. Если будут какие-то посторонние звуки на фоне, то я очень прошу меня извинить, но у нас очень странные соседи, которые уже большие недели отмечают Новый год. И их настолько слышно прямо у нас в квартире, что это просто ужас. Если они на какие-то короткие моменты замолкают, то мы с мужем даже шутим, что, наверное, у них водка закончилась. Потому что, я прошу простить, но они так громко говорят, что их слышно по всей квартире. Итак, вот то, что у меня есть на сегодняшний день, как я сказала, половина работы. Не так давно эту работу вышивала, по-моему, Елена Тирамису. И вот Леночка говорила о том, что она рекомендует эту работу вышивать сверху, от головы ангела, потому что здесь очень много бисера и очень тяжело его закрутить. Безусловно, это да. Здесь бисера очень много. В верхней части будет его не настолько много. Но мое личное мнение, что все-таки эту работу лучше начинать снизу. И не потому, что здесь не из-за этого бисера, а именно вот этой вот особенности самой работы. Работа очень монотонная. Она, конечно, красивая, интересная, но лично, на мой взгляд, она слишком монотонна. Вот эти вот участки, они не такие маленькие. И они зашиваются так, как бы, ну, очень долго. Ну, не то, что долго. Они, конечно, идут намного быстрее, чем, допустим, вот эти фрагменты. Но это такие просто огромные участки зашивки одного цвета, что я, например, не очень люблю. Здесь же, наоборот, идет более кропотливая работа. То есть она не настолько сложная, сколько очень и очень кропотливая. Поэтому я вот, у меня сейчас работа на станке. В прошлый раз я вам показывала, она у меня была на пяльцах еще, но, конечно, уже на станочке. И теперь я планирую вот эту вот нижнюю часть не закреплять ее вот так вот зажимчиками вот этими, а попытаться закрутить на вот эту трубу, закрутить ее, а верхнюю часть уже скрепить вот этими зажимами для того, чтобы перейти к верхней части работы. Потому что, конечно, вот этот весь бисер мне бы не хотелось повредить. И вот мои крестики, мои бисеринки немножко поближе. Конечно, камера не передает всей этой красоты, но все-таки я думаю, что удастся разглядеть, насколько здесь все это интересно продумано. И что меня в этой работе, конечно, еще больше всего удивляет, впечатляет, это то, что работа 93-го года. То есть если представить и вспомнить, что вышивала здесь у нас в Украине, да и вообще на постсоветском пространстве в это время, и сравнить с тем, что, допустим, вот такие дизайны вышивались, например, в Штатах, то это, конечно, небо и земля. Потому что я помню расчерченные на листиках в клеточку у мамы в папке разные схемы для вышивки каких-то таких очень странных белочек, зайчиков и тому прочее. Те картины, которые вышивали советскими нитками, которых там-то и цветов было не так-то много. А здесь вот представить, что такая красота уже была доступна к вышивке в то время, то, конечно, это очень и очень впечатляет. Что по поводу самого дизайна, вот как бы момент, который меня немножко смущает. Вот этот плащик ангела, он, конечно, идет поверх... О, кошка здесь пришла. Он идет, получается, поверх вот этого платья. И здесь, когда мы смотрим нижние вот эти складки, то здесь, в принципе, все нормально. Но вот эта верхняя складка, она получается... Завершается такой полосочкой из золотой нитки. И из-за того, что сам бисер, он, естественно, выступает, как бы стоит над тканью, вот эта часть плаща, она визуально оказывается за платьем, а должна быть, наоборот, сверху. Поэтому, мне кажется, здесь такое упущение дизайнера. Конечно, ну, это, может быть, я придираюсь. Так, кошка, оно не шатай. Вот. Но вот здесь, когда присматриваешь, то прямо вот эта вот каемочка золотистая, она как бы даже съедается этим бисером. И ее совершенно не видно. И поэтому такое визуальное недопонимание, почему здесь плащ идет за платьем, а здесь уже как бы он правильно уже так его обрамляет с двух сторон. Мне кажется, нужно было бы здесь сделать вот эту самую каемочку плаща, сделать из бисера, а какие-то крайние элементы вот здесь сделать чисто из крестиков. Потому что вот в этом всем многообразии узоров попадаются такие кусочки, которые, ну, допустим, как здесь, которые вышиты только крестиками. Они, конечно, небольшие, эти кусочки, но, тем не менее, они есть. И, ну, на мой взгляд, можно было вот как-то так все это расположить, чтобы вот здесь были только крестики. Соответственно, тогда плащик сам, он бы стоял над вот этой поверхностью. Ну, это, конечно, такие мелочи, но в целом немножко заметно, по крайней мере, мне в процессе вышивки. Также, что я еще хочу по поводу ниточек сказать. Я вам уже говорила о том, что здесь используется золотистая ниточка. Вот такая вот ниточка здесь используется. Девочки мне в комментариях написали, поскольку у меня была дилемма вышивать в одну или в две нити, написали, что все-таки надо вышивать в одну ниточку. В принципе, я это и сама поняла в процессе, поэтому я не стала выпарывать те участки, которые у меня были сделаны в две нити, а просто стала вышивать далее в одну ниточку. И, честно вам скажу, разница не видна. То есть, вот вы можете вот так посмотреть. Даже если здесь, как бы, золотистая каемочка кажется более плотной, а здесь она идет более жидкой, то хуже от этого не стало, потому что здесь в любом случае идет перспектива, и, может быть, как бы дальше сам плащ становится темнее. Соответственно, и золотая каемочка может быть более плотной, насыщенной по цвету, чем то, что выступает на передний план. Несмотря на то, что у меня и ткань сама светлее, чем та, которая предлагалась дизайнером в оригинале, но у меня золотая нитка вполне здесь прилично смотрится. Конечно, ей вышивать легче, чем обычная золотистая нитка, потому что, когда я в две нити вышивала, то я очень намучилась. В одну ниточку вышивать намного легче. Но, опять-таки, если сравнивать с вот этой вот золотистой ниточкой, я вам уже ее показывала, некоторые девочки говорят, что и разница видна. Якобы вот этот DMC более блестит, чем обычный металлик. Честно, я уже сверяла при каких-то только разных освещениях, но я совершенно не вижу разницы в цвете. Единственная разница, которая есть между вот этой ниткой и вот этой, то, что здесь вот эта ниточка, она как бы состоит из трех ниток, а вот эта состоит из двух. Соответственно, этой можно вышивать либо в две, либо в четыре, а этой в три. И когда я вот уже смотрю, что у меня здесь очень мало осталось, и решила я попробовать совместить эти две ниточки. Конечно, в две это очень слабо, в четыре это толще получается, но я все-таки расслоила вот эту ниточку и сделала ее, то есть взяла одну целую и одну половинку, сделала в три сложения. Она, конечно же, не такая закрученная получилась, как вот эта, вот, но когда вот этой вышиваешь в три, то получается точно так же, как вот эта, один к одному. Я даже на вышивке сама сейчас вот эти последние элементы, которые я вышивала, вот здесь вверху, вот, я, честно говоря, даже сама не различу, где у меня какой ниткой вышитой. Но то, что здесь одного моточка, вот этого не хватит, это точно, потому что я смотрела и какой-то магазин, интернет, который комплектует материалами вот эти самые такие, самые популярные схемы лавандеры и миробилии, то они предлагают две вот такие вот катушечки. Правда, кто-то из девочек не написал, что при очень большой экономии хватило и одной, но у меня все равно эта нитка расслаивается. То есть, когда начинаешь ей вышивать, она, конечно, идет очень хорошо, вот, прямо так, так все ровненько-ровненько, но к концу отрезка, хотя я стараюсь делать не очень длинные эти отрезочки, все равно она начинает расслаиваться и, то есть, до конца ее прям довести, как, допустим, мулинея, не получается. Поэтому вот эту вот я просто нарезала такими коротенькими кусочками и в три таких сложения у меня вполне достойная получилась замена. Хотя, конечно, всю работу так вышивать, но это будет, наверное, очень сложно, вот, но если бы я начала этот дизайн сначала, я бы вообще не морочила голову, я бы взяла только вот такую нитку и просто вышивала ей, как обычно, в две ниточки и все. То есть, разницы покупать вот этой нити я вообще не вижу. А цена, конечно, ну, на нее заметно отличается. Также расскажу вам, какому страшному нападению подверглась моя вышивка. Ну, собственно говоря, схему я зачеркиваю и зачеркиваю ее, как вот здесь вот видно, таким красным маркером. Я уже здесь его прицепила, вот так просто на биндерах он у меня висит. А от того, как я его туда прицепила, он у меня просто лежал на комоде. И мой ребеночек замечательный, он взял этот маркер и порисовал мне всю ткань. Я, честно говоря, это произошло дважды. Вот, когда это случилось в первый раз, вот он просто маркером вот здесь мне вот так все порисовал с двух сторон. У меня не было времени на то, чтобы даже фотографировать и что-то там снять вам, хотя, конечно, мысль такая возникла. Я просто мигом схватила ткань, побежала стирать и, честно говоря, мыла ванишь, мгновенно мне все отстирала. То есть, этот маркер, вот сейчас вам поближе его покажу, вот, вот этот такой самый обычный канцелярский маркер, прекрасно отстирался мылом ванишь, вообще без никаких проблем. Вот, потом буквально прошло два или три дня, и мой ребенок опять добрался до этого маркера и опять мне покалякал. Я уже сфотографировала, но, правда, в процессе там чистила фотоаппарат и просто даже не обратила внимания, что это за фото, я его удалила. Хотя я его, конечно, сделала и очень хотела вам его вставить, видео показать. Но я, честно, даже такая была расстроенная, когда это увидела, мне прям слезы на глаза навернулись, потому что я, мне уже муж даже какие-то идеи сразу начала выдвигать о том, что какой-то паспарту вот такой вот надо будет вырезать, чтобы закрыть полностью ткань. Ну, в общем, это была катастрофа. Но ничего, слава Богу, все отстиралось и даже следов не осталось. Поэтому имейте в виду, мыло ванишь тоже очень хорошая штука. Ну, и как я вам сказала, положила-то я маркер на комод, потому что вышиваю я стоя. Я с этим станочком, он очень большой, то есть рама здесь не самая большая, я уже о нем говорила, повторяться не буду. Мне неудобно ни на одном диване, это при том, что нужно хорошее освещение, все эти лампы на прищепках. У меня недавно снова эта лампа сломалась и никак я не могла разместиться. На комоде у меня очень удобная высота, для того, чтобы не гнуть спину, не гнуть шею, я ровно стою. И если учесть, что я вышиваю там, ну, может быть, минут 30-40 у меня получается в день в общей сложности, то за это время я совершенно не устаю, а к тому же, так как у меня работа всегда находится для меня в доступном месте, для детей в не очень доступном месте, то я могу в любой момент подойти, когда там, допустим, они сели смотреть у меня мультики, я быстренько встала, включила себе лампу дневного света и быстренько раз, два, там, две-три ниточки я вышила. Именно благодаря этому моя работа и стала двигаться, и, в принципе, достаточно быстро, я считаю, стала двигаться. Я вам сейчас ставлю кусочек видео и покажу, как проходит моя вышивка стоя. Собственно говоря, вот так вот я его и вышиваю. Здесь у меня комод. Над комодом на полке стоит лампа дневного света. Я ее включаю, и тогда у меня достаточно освещения для того, чтобы работать. Вот эти все ящики, они, в принципе, мне не мешают. Вот. Подхожу к этому комоду, становлюсь и начинаю работать. Освещение здесь хорошее. Схема, как вы видите, у меня закреплена на французских булавках. Вот. И вот так вот, таким кустарным способом приходится вышивать. Но, к сожалению, по-другому с этим станочком разместиться тяжело, а вышивать этого ангела на пяльцах либо же на чем-то неудобно. А это вот лупа, которую мне муж подарил на Новый год. Это такая, не совсем специальная для вышивки, а более канцелярская лупа, но она очень хорошо увеличивает. И муж пообещал сделать мне такую ручку гибкую, через которую можно будет вышивать. То есть, чтобы эту ручку можно было разместить либо же на станочек, либо же где-то рядом, чтобы она стояла. И чтобы через эту лупу можно было вышивать. Вот увеличивает. Она очень хорошо. Мне нравится. Так что свои отзывы я вам расскажу. Ну, вот, собственно говоря, наверное, и все. По поводу того, да, вот я сказала, что работу все-таки началась снизу, я уже очень-очень жду, когда закончится эта юбка. Она, конечно, красивая. Но если бы я начала ангела сверху и вышло как бы все самое интересное, да, это и лицо, и крылышки, и ручки. Вот. И потом пошла на эту юбку, то я бы, наверное, на ней застоприлась очень надолго. А так, меня все-таки подмывает еще тот интерес, что дальше меня ждет как бы самая интересная часть вышивки. Поэтому мне уже прям не терпится поскорее закончить этот фрагмент и перейти уже к верхней части работы. Поэтому вот с такой, как бы, может быть, даже психологической точки зрения, лично для меня все-таки вышивка снизу оказалась более важной и правильной, чем если бы я шла сверху. Но к тому же я и крестики кладу так, что мне действительно лучше идти снизу, потому что иначе они не будут такими красивыми и ровными, как этого бы хотелось. Ну вот, собственно говоря, и все. Особо здесь, конечно, показывать нечего. Всю эту красоту нужно рассматривать прямо, наверное, на очень-очень макро. Но у меня такой съемки нет. Поэтому на сегодня все. Я начала еще один небольшой вышивальный проект. Постараюсь также вам снять об этом видео. Вот. Ну и до новых встреч. Всем пока!